итак доброго времени суток друзья как вы можете заметить у нас новый проект и значит новый обзор данный проект открылся 13 февраля поэтому находится в открытом бета-тестирование все желающие могут его посетить но посетим значит и мы называется этот проект сервер лайк оверсан ну и давайте уже зайдем и посмотрим что же это за сервер лайк и как он выглядит ну и как видите появляемся мы в аэропорту что конечно же логично стоит какой-то стол вещи и играет музыка кстати музыка играет вот из этого радио и подобная фишка с радиом здесь встречается достаточно часто радио интерактивное и с ним можно взаимодействовать ну и поменять там какие-то мелодии мелодии может быть немного но все равно фишка интересная смотрите выполнена в таком ретро стиле ну надо признаться что и музыка оттуда льется тоже в стиле ретро но прикольная мелодия она мне нравится ну давайте посмотрим сколько же здесь дается нам подъемных денежек сам же банкомат находится прямо здесь в аэропорту но и можно сразу заметить что аэропорт пестрит инородными зданиями то есть зданиями не принадлежащими к самой армии хотя вот банкомат стоит стандартный валяется какая-то хрень наверное кто-то потерял от багажа надо заметить что льет какой-то унылый дождь ну а банкомат встречает нас стандартной менюшкой и пятью тысячами долларов подъемным много это или мало давайте-ка узнаем вместе пока не ничего понять невозможно стоят телефонные будки но я думаю что они тоже бесфункциональной потому что в мир мобильной связи такая штука наверное уже никого не заинтересует ну и как я только что сказал что в самом аэропорту напичкана очень много инородных зданий по ним то мы сейчас и пройдемся и вот одно из них кстати надо сказать что аэропортов на этом острове а остров небольшой он по моему даже меньше тоново ну точно говорить не буду но по ощущениям что он даже меньше тоново здесь вот уже есть два аэропорта зайдем вот в это здание посмотрим что здесь а здесь обычный продуктовый магазинчик ничего особо такого интересного я здесь не вижу даже более того у некоторых продуктов как видите нету текстурок просто какие-то коробочки ну цены пока пока понять не могу пока только понятно что если продается консерву значит нужно будет искать где продается открывашка пока понятно только этом ну давайте приобретем кое-что и пойдем дальше ну а под кое-что я имею ввиду продукты на первое время консервы попить ну там подобное хотелось бы еще обратить ваше внимание на карту карта как вы увидите уникальное то есть это никогда не altis нет она это самодельная самобытная карта сделана видимо с нуля ну вот можно заметить что интерфейс карты собран из разных частей надписи взяты с какой-то старой сборки вот эти фиолетовые не читаемые а иконки такие иконки я видел только на одном острове он называется evolution как видите когда мы наводим на иконку выскакивает дублирующая надпись повторюсь что такое я видел только на evolution и больше я такого не видел нигде не знаю откуда взятые эти иконки меню же у этой карты можно сказать отсутствует вообще все что можно делать через это меню это убирать какие-то категории иконок или наоборот их добавлять в общем то и все помощи от этой менюшки особой нету еще же на мой взгляд огромным минусом этой карты является то что метку которую мы ставим на карте визуально не отображается то есть но абсолютно бесполезно мы ставим меточку на карте выходим в визуал и ее не видно она не отображается это очень и очень печально и очень тяжело ориентироваться с учетом того что эта карта самодельная это не altis не она она который можно как-то ориентироваться по памяти здесь ориентироваться абсолютно невозможно ответь я поставил метку ее нету и абсолютно нету я обычно наклоняюсь вот так вот и смотрю по периметру должна быть стрелочка но ее нету ее просто здесь не прописали и повторюсь что карта новая я абсолютно на ней не ориентируюсь без метки это очень и очень сложно приходится все время взаимодействие с этой картой ну в общем я поставил метку на магазин с лицензиями это оказалось вот этот вот столик но метка мне никак об этом не помогла но про лицензии говорить в общем то тут нечего вы все сами видите и можно уже ориентироваться по ценам что здесь сколько стоит единственное что из более-менее не стандартного я здесь вижу это некая прописка в каких-то трех городах города естественно не стандартные здесь свои какие-то созданы города и этот silver lake как раз один из таких городов ну по городам мы еще проедемся и посмотрим но в остальном лицензии как лицензии водителя дальнобойщика дальнобойщика как видите мы не можем пока купить я ее прикуплю чуть позже для начала мы сделаем какую-то наверное пробную заезд по острову что-то подзаработаем чтобы уже купить остальную часть лицензии ну в общем вот такие вот лицензии на этом проекте еще есть лицензия домовладельца что значит ее тоже надо будет приобрести чтобы купить дом ну а далее я предлагаю посмотреть как здесь оформлен аэродром аэропорт вернее сказать на самом деле сделано все достаточно прилично так симпатично жаль что вот погода не знаю она здесь всегда такая пасмурная или вот мне так не повезло но вообще выглядит вот это особенно башня очень эпично откуда взята не знаю здесь вообще в дальнейшем я покажу есть очень много зданий чье происхождение для меня загадка но и вот эти вот навесы например да и вот эти вот вагончики с так сказать багажом тоже очень интересный вот этих зеленых здания тоже до этого времени не видел но и тут же стоит магазин секонд-хенд называется то есть подержанная одежда и надо сказать что одежды то ну достаточно огромное количество действительно огромное количество и есть одежда которая в общем то мне понравилось вот например этот черный комбинезончик мне очень приглянулся он очень прикольно смотрится с кепкой которая выглядывает из-под капюшона но это мы увидим потом а пока вот такая вот одежда да очень много стандарта очень много стандарта но попадаются и какие-то более менее уникальные виды костюмов одежды но в основном конечно то же самое что и на остальных проектах уж совсем что-то новое ожидать наверное в ближайшее время не стоит так как эти проекты и так уже на самом деле дышат наладом поэтому ну вряд ли мы увидим в ближайшее время в каком-то из проектов абсолютно новые костюмы они переходят из одного проекта в другой в общем то ничего очень так глобально не меняется но количество одежды радует да но большое большое количество но может быть я бы даже сказал велика вероятность потому этот магазин и называется секонд-хенд потому что здесь собрана практически вся одежда со всех проектов как вы сами видите да я мотаю 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 одежда все не кончается может быть здесь есть где-то и магазины какой-нибудь элитной или виповской одежды это мы еще посмотрим хотя надо сказать что в мои планы не входит шляться по магазинам с одеждой и смотреть или искать какие-то уникальные штуки мне больше хочется посмотреть что вообще на этом проекте есть уникального может быть какие-то собственные наработки ну в общем посмотреть уникальность этого проекта вот что мне хочется ну а одежда как вы видите все не кончается и не кончается я уже начал мотать очень быстро уже перескакивать но она все не кончается надо отдать должное до одежды огромное количество но одежда это количество огромное а вот например аксессуаров типа шапки или очки или там перчатки здесь отсутствуют вообще как вы видите но их здесь нету то есть эти графы вообще здесь не заполнено но рюкзаков тоже большое количество и как я уже всегда говорил на всех своих обзорах вот как понять какой рюкзак тебе надо купить абсолютно непонятно я всегда ориентируюсь на цену то есть если дорогой то скорее всего вместительный хотя это вообще не факт на одном из проектов я купил дорогой рюкзака оказалось что надо было брать не такой огромный я взял большой огромный рюкзак оказывается надо было брать не такой но это я уже узнал общаясь с жителями того проекта вот ну в общем то вы видите такое количество рюкзаков их сумок здесь присутствует вот кстати такая сумочка прикольно мне понравилось не знаю но сейчас я не хочу ничего покупать потому что мы сейчас пойдем мы посмотрим почтовую службу а там рюкзак как раз и не нужен вот но перед тем как мы пойдем искать где она здесь находится почтовая служба зайдем еще в один магазинчик который расположен здесь же в аэропорту вообще здесь в аэропорту очень много магазинов по моему все магазин какие вы есть они представлены здесь в аэропорту то есть бежать в ближайший город в общем-то нужды никакой нету здесь мне понравилось вот это вот видеокамера ну или фотокамера зачем объяснить не могу а не понравилось то что невозможно крутить модели и зачем магнитушитель тоже пока объяснить наверное не смогу ну а дальше как наверное стандартный набор идет что-то мы сейчас тоже возьмем и как видим есть прибор ночного видения хотя забегая вперед скажу что прибор ночного видения здесь особо и не нужен ночи здесь сделаны не темные такие но они темные но в общем-то видеть можно все и без прибора ночного видения то есть тут ночи не такие что прямо черно чернотень нет все нормально канистрочки продаются но и вот инструментарий который нам говорит что здесь к чему нужно то есть значит плоды мы будем собирать тяпкой но песок лопаты естественно и тому подобное но единственное что можно было понять стена стоит прямо за стеклами стена соседнего здания плодово-обощные культуры значит собираются не руками а тяпкой ну а здание которое мы видели через окно это вот здание каршеринга здесь к сожалению представлен всего один автомобильчик но цена его вы ее и сами видите не знаю только это в час или как это происходит вот кстати видите то что я говорил такие радиостанции здесь стоят везде такая фишечка этого проекта ну и тут же рядом точно в таком же помещении только как видите уже с подъемником и с каким-то простецким набором инструментов находится как вы думаете что правильно магазин автомобилей хотя антураж сделан как будто это автосервис ну вот такое вот количество автомобилей здесь присутствует ну я бы не сказал что их много и они какие-то все однообразные хотя есть и машинки которых я не видел вот есть кстати мопедка не видел вот честно скажу такой у мопедки я ни разу не видел мосюсенькая такая интересная моделька но есть машинки которые я еще не видел но может быть просто не обращал внимание да я уже ходя по этим проектам столько всяких машин пересмотрел что же что-то в голове не откладывается ну вот например такую машинку я что-то не могу припомнить но естественно что покупать мы ничего здесь сейчас не будем потому что просто нету денег да ну и вот еще раз как это выглядит не очень энтуражно подобрана под автомагазин ну а в общем то остальную технику я показать вам сейчас не смогу потому что здесь как и на большинстве подобных проектов чтобы что-то увидеть нужно купить лицензию без лицензии вам к сожалению ничего нигде не покажут я считаю это абсолютной глупостью но вот на этом проекте это сделано так ничего с этим не попишешь пока не купишь лицензию ничего не увидишь ну а далее меня привлекла вот эта башня мне так захотелось зайти в нее и посмотреть как это устроено но тут меня постигла опа вот такая вот ситуевина у башни то оказывается и нету модели одни текстурки наложены да и все в общем через нее можно проходить и и здесь к сожалению а может и к счастью я не знаю подобных объектов очень много через которые можно просто так побегать хотя вот вообще антураж аэропорта мне понравился ну прикольно сделано прикольно чушу говорить ну а мы в тем временем возвращаемся в здание облитой зеленкой чтобы взять машину в аренду ну она одна поэтому ее единственную и берем он появляется она прямо здесь ну я считаю надо сказать что сделано она достаточно неплохо такие симпатичные текстурки есть округлости некие симпатично сделала машинка симпатичный чушь приборчики рабочие кстати говоря руки не заламывает как на многих и таких моделях видите работает подсветочка все дела в общем ну выезжаем вот звук к сожалению мне не очень нравится и уж очень очень сильная тонировка ну практически ни хрена не видно может быть в ясную погоду будет и получше но пока ну просто можно смотреть только вперед право-лево для нас не видно но звук вы слышите ну он глушит на самом деле это я сейчас еще звук убавил а он все равно глушит звук неприятные машины вообще в армии редко встретишь машинку которая но с приятным звуком хотя они есть я не говорю что их вообще нету а вот еще кстати что мне понравилось на этом проекте посмотрите какая широкая дорога и это еще не самая широкая дорога здесь есть магистрали в четыре полосы и это ну это меня действительно сильно порадовало дорога правда неровная но блин но она широкая а вот и так о которой я говорил смотрите четыре полосы и кстати мы уже въехали в населенный пункт они здесь выглядят вот так если вы когда-то на каких-то проектах видели какое-то здание которое поставили для там каких-то вип игроков или еще что-то то вот здесь поселки состоят сплошняком вот из таких зданий которые вы видели на каких-нибудь других проектах более того здесь вообще нету ни одного здания ни жилого не индустриального из реальной армы здесь все здания вот такие вот как видите они все раскрашены в разные цвета то есть но текстуры наложены абсолютно разные даже подъездные дорожки у каждого дома свои но вот как купить этот дом я так и не понял я вот зашел в него и как везде кнопкой windows здесь нельзя посмотреть я я пережмыхал все кнопки но ничего не выскакивает как купить здесь дом я не понял я шлялся по комнатам я шлялся по гаражам я даже подумал что здесь есть может быть какой-то офис в котором надо оформлять себе недвижимость но как ее приобретать я не знаю серьезно абсолютно не понимаю и в дальнейшем я купил лицензию домовладельца я купил прописку вот в этом вот поселке silver lake и все равно никак не купить этот дом что за хрень я не знаю скорее всего что еще не прописано это потому что сервер только открылся я вам показывал он 13 числа он открылся то есть ему еще только неделя этому серверу может быть еще просто не прописано не знаю но дома не покупаются и и вот кстати несмотря на то что здесь только но такое огромное количество левых зданий до сторонних от армы зданий фпс держится прилично не проседает но этому я думаю виной не вот эти здания а то что здесь заметьте нету травы очень очень редкие посадки нету кустов нету акаций здесь в принципе нет вообще практически ничего и очень очень редкие деревья вот так вот выглядят здесь города откуда взяты модели этих домов я не знаю не могу вспомнить видел я где-нибудь такое не видел все уже в голове перепуталась как кашем но здесь этих домов огромное количество и они кстати тоже бесфункциональные я ходил пытался нажимать на windows пробуя вот как сейчас продается он или не продается но нет либо я не знаю кнопки какой действует либо здесь что-то не то но не продаются дома ни в какую никакие дома не продаются складывается стойкое ощущение что автору очень очень тяжело остановиться видите он начал ставить дом и все ему никак не остановиться так и пошли дома одинаковые одинаковые дальше 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 то же самое у него с магазинами тут есть улицы целиком состоящий из одного и того же магазина просто они чередуются один за одним один за одним целая улица там не знаю километр наверно Длится один и тот же магазин Тоже кстати интересное здание По отражению абсолютно видно Что это не с этой игры Ну и вот слева видите магазины Одни и те же магазины постоянно И это не единственная улица Их здесь очень много Одни и те же магазины Они не функциональные Их просто очень много Вот такие вот домишки попадаются Симпатичные но абсолютно непонятно для чего Скорее всего просто для антуража Никакого смысла здесь они не несут Ну на многих проектах вы видели Как вот в таких зданиях ставятся магазины Здесь они просто чередуются Посмотрите все здания Какие вы когда-либо видели на каких-то проектах Здесь стоят просто сплошняком одной стеной Но это не магазины Это просто антураж Автор этого проекта Собрал все модели Какие только видимо были возможно Собрать на просторах интернета И закачал их сюда Видите одни сплошные магазины Просто улица из одних магазинов Они чередуются Меняются Но это все одни и те же магазины Это еще кстати приводит к тому Что если вам нужно будет найти На карте какой-то магазин Вы потыркаетесь во все вот эти Потому что как я уже в начале говорил Метка на этом проекте не работает И эти магазины только вводят вас в заблуждение Посмотрите Когда-нибудь вы видели что-нибудь подобное Это жесть Это жесть Одни магазины Одни магазины Пипец Я таких не видел Я иногда бомблю что там несколько магазинов в ряд поставили В центре ковалы А здесь просто города сделаны из таких вот Сторонних объектов Ну и так конечно На вкус и цвет товарищей нет Но мне это не понравилось вообще жесть Не понравилось по многим причинам Во-первых эти здания выглядят как Какие-то кубики из лего У них очень чистенькие текстурки Над зданиями на просторах армы Трудилось огромное количество людей Естественно здания сделаны Более антуражно и атмосферно На них есть потеки Трещинки Сколы Налет времени Эти же здания которые мы видим Они все как видите Из чисто белых серых текстур Нету ни ржавчины Ни каких-то сколов Они не антуражные Они вот Такие вот как кубики в лего Одинаковые и неинтересные Да когда их ставят Там в той же ковали например Как разнообразие Да он не выбивается Но когда из этого делают целый город Из одного и того же объекта Чистенького красивенького ровненького Ну это не придает никакой атмосферы игре Ну а мы тем временем Как вы видите Добрались до почтовой службы И я уже переоделся И положил свою одежду В багажник этой машины Сел в нее И надо отъехать На какое-то расстояние Чтобы взять задание И вот здесь Кроется следующая Проблема этого проекта Как я вначале говорил Здесь не работает метка Карта абсолютно незнакомая Ну потому что она сделана с нуля Она сделана вот автором этого проекта Мы ее знать не можем И без метки Найти вот эти вот точки Это целая проблема Я вам скажу Приходится очень много рисовать на карте Ну а чтобы рисовать на карте Вам нужно купить GPS Без GPS вы ничего Отметить на карте не сможете В общем очень проблематично Без метки Но зато помимо дорог Про которые я уже говорил Дороги здесь классные Да Дороги хорошие Широкие Здесь еще есть И разметка Как видите И светофоры И светофоры Здесь не один-два А они здесь в каждом городе Чуть ли не на каждом перекрестке Светофоры работают Как бы регулируют движение Вот это мне тоже На этом проекте Очень понравилось Ну а если затрагивать работу Вот этого почтовой службы То как вы и сами видите Это абсолютный стандарт Это желтая машина И это вот такие же Желтые контейнеры Подходим к ним Взаимодействуем Берем баклажку Ложим в машину В общем-то вот и все Здесь ничего интересного К сожалению нет Но эту работу мы берем Не для того чтобы на ней работать А для того чтобы посмотреть На этот проект По нему покататься И заработать каких-то денежков И вот кстати мы сейчас проезжаем Чуть ли не единственное здание Которое взято С родной армы Это вот эти серые ангары Ну и далее едем Назначенную нами точку И вот опять то самое шоссе Про которое я уже говорил Заметьте какое оно широко Четыре полосы Двойная сплошная На самом деле ехать по нему Очень-очень приятно Можно и обгонять Ну как видите Ну замечательно И мне вот кажется что Например для проекторов Которые положены на базе Алтиса Вот такое бы шоссе Вообще там бы не помешало Алтиса здоровенная карта И если проложить Вот эту федеральную трассу В четыре полосы Было бы наверное Очень-очень здорово Не знаю просто Насколько это вообще решаемо Можно ли так сделать Но было бы прикольно Эта карта сделана с нуля Ее простроили Не на базе чего-то Поэтому здесь понятно Ее проложили А вот можно ли проложить Такую дорогу на Алтисе Не знаю Не знаю Но было бы прикольно Мне кажется Вот там как раз Такого Вот именно такого И не хватает Так что за дороги Этому проекту Я бы поставил плюс А вот за окружающий нас мир Я бы поставил минус Ну посмотрите Какие пейзажи Нас окружают Во-первых Очень скудная растительность Во-вторых Какие-то непонятные Камни В виде огромных какашек Не очень Красивая Не атмосферная И еще вот этот Унылый дождь Серьезно Я уже не знаю Он вообще здесь Когда-нибудь кончается Я очень надеюсь Что будет хорошая погода Еще здесь Во всем чувствуется Какой-то перебор Вот посмотрите слева Сколько ветряных мельниц Не мельниц Вернее А генераторов Ветряных генераторов Плюс еще Зеркальные генераторы И всего так много 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 И их так близко Друг к другу посажено Вот как и города Сделаны Очень много Одних и тех же объектов Так же сделаны И вот такие вот объекты Одно и то же И очень-очень-очень Много-много-много-много Видите Он выпирает Аж до сюда Вот эти зеркальные постройки На полном серьезе Такое ощущение Что автор Просто не может Вовремя остановиться Он как начал Лепить какой-то объект Так все Пока он до самого горизонта Не залепит Все этим объектом Не остановится Ну а если Немножко вернуться назад И коснуться опять дорог Посмотрите Как хорошо отражаются Фары на этой дороге Ну правда У этой машины Еще и фары хорошие Хорошо сделаны Это родная машина Поэтому это не какой-то Модмекерский элемент Освещается все Очень и очень хорошо Да Ну приятно И это еще к тому Я говорю Что ночи здесь Достаточно светлые Сейчас еще не глубокая ночь Но мы посмотрим И глубокую ночь Но здесь Ночью можно обойтись И без ПНВ И мне очень нравится Как отражается Свет фар На этом полотне Ну да ладно С полотном Хотелось бы еще Поговорить о том Что автор здесь Решил применить Некую смену сезонов Естественно Сделать динамическую Смену сезонов По-моему Это невозможно Я даже не смогу Вспомнить ни одного Объекта Вернее проекта На котором Есть динамическая Смена сезонов Здесь автор Решил сделать По-другому Если мы едем Снизу карты наверх То как видите Постепенно Начинают появляться Снежные пятна И чем выше Мы поднимаемся По карте Тем больше Мы углубляемся В зимнюю Так сказать Атмосферу Не знаю Насколько это хорошо Как это Будет выглядеть Для игрока Но вот здесь Сделано вот так Вот видите Там вдали Чем мы дальше будем ехать Тем больше и больше Заснеженности Мы увидим Естественно Чем мы будем Ниже спускаться По карте Тем будет все Теплее и теплее И там даже Появятся пальмы Ну вот такое Вот решение Не знаю Хорошее это решение Или плохое Даже не буду судить Но вот оно Здесь присутствует Как бы Проект достаточно Уникальный Поэтому здесь Есть вот такое Вот решение Глубоко В эту зиму Мы естественно Не поедем Во первых Наша точка Находится гораздо ближе Во вторых Там есть несколько Объектов На которые мне просто Ну незачем туда ездить Поэтому глубоко В зиму Мы не заедем Но как видите Краешек зимы Мы все таки Зацепили Ну и опять За рассуждениями Мы уже добрались Практически До конечной Нашей точки И вот сейчас Можно хорошо Видеть Да сейчас Уже Глубокая ночь И как видите Все прекрасно видно Но мы опять В каком то городе Состоящем Опять из Каких то магазинов Но мы добрались До нашей точки Далее же Мы просто Сдаем нашу Баклажку С ценой В общем то Мы уже знаем Мы ее в начале Выбрали Эту точку Поэтому цена Уже была известна Ну и понятно Что этих денег Нам не хватит Ни на покупку Ни какой лицензии Ни на что Поэтому за кадром Я еще Немножко поезжу Чтобы заработать Какую то денежку Для того Чтобы сделать Дальнейший обзор Ну а на этом Я наверное Закончу Сейчас поеду Покатаюсь по точкам Ну а продолжим Уже в следующей серии Спасибо всем Кто посмотрел Всего вам Доброго